Больше полугода реализуются цифровые проекты по фискализации налоговых процедур. Внедрена электронная система счетов фактур по НДС. Ему успешно пользуются уже более 10 тысяч субъектов предпринимательства. Перейдя на эту систему, бизнес-сектор получил возможность дистанционно взаимодействовать не только с госорганами, но и друг с другом. Заметно снижается количество определенных серых схем по НДС, отметили в ГНС. Мы обеспечили возможность для бизнеса перейти на дистанционный формат взаимодействия как с налоговой службой, так и между собой. Если раньше они должны были выписывать счет фактуры, распечатывать, ставить печать, подписывать, доставлять из рук в руки, то сейчас обмен счетами фактурами происходит в электронном виде посредством портала электронных счетов фактуры. В этом году также запущена автоматизированная система учета горюче-смазочных материалов. Планируется запуск системы виртуальной контрольно-кассовой машины. Ведутся работы по внедрению автоматизированной системы «Сводный пост» на пунктах пропуска Чалдавар, Ахтелек и Чонкавка. Пока в пилотном режиме. При ее полной реализации коррупционные риски будут ликвидированы, а все собранные средства направлены на пополнение республиканского бюджета, отметили в Минэкономике. «Нормативно-правовые акты уже готовы. Завершаются работы по самой системе. Мы уже пришли к последнему этапу. Запуск данных систем поможет в борьбе и с теневой экономикой». Важно исключить и бумажную волокиту, которая отнимает много времени на пунктах пропуска. Это намного облегчит и деятельность бизнеса. К слову, все действия должны проходить на бесконтактной основе. За контроль взялся исполняющий обязанности премьер-министра вице. Премьер-министр Артем Новиков, он же поручил устранить имеющиеся технические неполадки и завершить все проекты в срок. «На сегодняшний день соответствующие организационные выводы по сотрудникам налоговой службы уже сделаны. Кроме того, были сделаны выводы по сотрудникам весогабаритного контроля, которые участвовали в этом процессе. Мы до этого подчеркивали, и сейчас я хочу еще раз всем повторить, что правительство намерено довести до конца работу по выстраиванию системы учета при перемещении товаров и транспортных средств на пунктах пропуска». Он добавил, что при реализации проекта должен быть исключен человеческий фактор. Необходимо ликвидировать возможные коррупционные риски на границе. Также в рамках цифровизации создаются единые окна колл-центры для взаимодействия с налогоплательщиками. «Месяц назад уже установили компьютеры для налогоплательщиков, чтобы было удобство. Есть у нас налогоплательщики, у которых нет средств, интернет, компьютеры, у кого нет, например. Здесь могли пользоваться нашими услугами, сдавать отчеты в электронном виде. Все виды налогов можете здесь сдать». Стоит отметить, что на реализацию проекта страна практически ничего не потратит. 99% всех средств поступили в виде грантов от партнеров развития. А в новом году будет пересмотрена вся система налоговой службы. Задача перед правительством – перевести ее на сервисный принцип работы. Проверки должны проходить онлайн, день в день, без выездной документальной проверки.